да здрасте еще раз извините я действительно учусь непонятная история собственно видимо и то есть проклятие русской журналистики спасибо всем кто ждал спасибо всем кто сюда переходит давайте в телеграме повешу еще правильную ссылку секундочку подождите повешу тем более нас пока мало извиняющимся голосом говорит олег кашин так секунду 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 да действительно учусь действительно чего не понимаю поэтому если кто-то готов меня этому всему учить готовь меня этому всему учить я буду счастлив так на самом деле тут пишу я в телеграме передайте пожалуйста всем кто там еще есть чтобы переходили сюда ой господи делит вот в общем здравствуйте слышно ли меня привет олег будем видосы смотреть или опять инстаграм трансляция вместо стрима а почему инстаграм трансляция давайте еще так камеру откину чтобы было видно мой лоб я хотел говорить причем вот картинка которая висела в предыдущем неудачном стриме хотел говорить о журналистике в том смысле что так есть у меня такой набор вечно зеленых тем под которые мыть товарищ александр петриков написал и нарисовал уже заранее коллекцию картинок это одна из них то есть сегодня может быть поскольку годовщина скрипалей о которой я говорил на россии 1 еще какие-нибудь события но я решил выбрать журналистику потому что вот по двум причинам на самом деле первая причина сегодня я увидел ну как не то что намек а просто без имени про меня написала ван давыда в своей колонке на тему того тут же тоже интересно что вот значит у всех упадок у всех упадок и там у людей сдают нервы вот баронова ушла на арти тоже без имени ну понятно что баронова а вот кашин стал ходить на одиозное ток-шоу тоже без именно понятно что кашин и на самом деле ну как сказать я не читатель ивана давыдова не читатель на самом деле каких других регулярные нерегулярные читательки других колумнистов то есть но мы не писать мы не читатели мы писатели и странно было бы если пьяным был какой-то набор любимых авторов которых я неотрывно бы читал мне кажется это бы вредило бы мне и влияло бы на меня в ту или в другую сторону на самом деле гораздо приятнее совпадать с какими темными людьми которых ты не читал но при этом они, оказывается, напишут завтра, они тебя тоже не читали. Напишут завтра то же самое. У меня так часто бывает почему-то с уже упомянутым здесь, я к нему очень хорошо отношусь, с Максимом Трудолюбовым, который тоже меня не читает, но при этом я его ценю. Надеюсь, он меня все еще ценит. Пока. Так, Кашин и паства. Так, 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 так. А, да, это читатели опять же пишут. Трудолюбовым, который не читает меня, я не читаю его, но при этом, когда я вижу в его колонке, который анонсирует какую-то мысль, которая совпадает с моей, я, значит, пишу, вот совпало. Так вот, Трудолюбов все-таки это старая гвардия, и как бы я не могу на него поглядывать свысока. А на кого могу посмотреть свысока? Вот на тех авторов, которых я вижу в тех местах, которые я покинул, когда Репаблик предложил мне свой постоянный контракт, и я освободил там кучу мест. От Немецкой волны, из Сноба, Радио Свобода, до, опять же, сказал бы про сайт Русту Эб, который я очень любил, именно потому что, кроме меня, по-моему, его никто не рекламировал, я на него писал с огромным удовольствием. Так вот, есть какой-то набор, там, не знаю, 5-6 сайтов, на которые теперь, как бы, ну, раньше был там я, теперь там 5-6 авторов, тоже одних и тех же, плюс добавились МБХ Медиа, добавился инсайдер доброхотовский. То же самое я вижу, как какие-то мои знакомые ежедневно пишут по колонке, часто на одни и те же темы. И я понимаю, что, вот, как бы, люди идут по протоптанной мною тропе, буквально по протоптанной мною, хотя, на самом деле, вот, повод поговорить об истории отечественного колумнизма, который, несмотря на то, что уже сейчас 2019 год, до сих пор, как мне кажется, вынужден отвоевывать свое право на существование. Но, как сказать, вот то, что про меня написал Давыдов сегодня, это первый повод, почему я выбрал тему проклятия журналистики. Второй повод, на самом деле, сегодня меня поймали на цитате, которую мне написали «Угадай, кто?», я честно ответил «Конечно, я», хотя сам задумался, а когда я мог это произносить, когда я это говорил. Вот я беру телефон, я скопировал цитату, и вот оцените, согласитесь. Когда я пишу колонки, то процесс и ожидаемый результат для меня более демократичны. Собственно, эти жанровые развлечения для меня существенны. Этот демократизм не беспределен так, как я и там, и там применяю излюбленные для себя методы, например, квазицитирование. Его еще можно назвать скрытым или расковыщенным цитированием. Я считаю неправильным разъяснять и пишу для тех, кто читал то же самое, что и я. А если человек не считывает, значит, проскочит мимо и дальше пойдет. На самом деле, в принципе, в принципе, как бы это цинично не звучало, это циничная формулировка, да, что там пишешь с какими-то намеками, понятными только, значит, определенному кругу, остальные пройдут мимо. Я часто делаю так. Более того, на детском каком-то еще уровне, а детский уровень у меня был до Коммерсант ФМ, я уже об этом, по-моему, говорил. На детском уровне я цитировал группу «Аквариум» без кавычек. Всегда. Собственно, самое очевидное в моем случае. И, ну, собственно, редакторы не знали, как правило, почему-то, что это или нет статы из «Аквариума», а если знали, то ее закавычивали, чем меня ужасно бесили. Вот. Но эта фраза, которую я прочитал, она не моя, и меня удивило, что она не моя. Она Льва Рубинштейна, поэта. Я не поклонник поэзии Льва Рубинштейна, но спокойный не поклонник. И, наверное, не поклонник Льва Рубинштейна лично, и даже я помню почему, потому что вот был какой-то период, не знаю, смотрит ли нас Азар сейчас, или я журналист, вряд ли смотрит. Он сейчас где-то на Крыльских островах, но тоже интересный момент. Сегодня мне он написал, я тоже об этом хотел оговориться заранее. Мне он написал, что мой стрим похож на стрим «Политика Мальцева», который, насколько я понимаю, сейчас существует, хотя уже, очевидно, не так гремит, как в 2016 году. И я сегодня, не знаю, виден он на экране или нет, напишите, между прочим, виден или нет, я сегодня попытался приделать вот тот наш вечный Горбунковский логотип, который появился на сайте Кашин Гуру, потом перешел на дождь. Сейчас он появится, на самом деле, в журнале Кашин на сайте Репаблик. В общем, мой вечный логотип когда-то мне показалось прикольным, что вот мою фамилию может быть написать шрифтом логотипа «Газеты Жизнь» или «Газеты The Sun» британской. И, соответственно, я логотип за собой в седу Тоская. И вот я, конечно, здесь себя продаю как Кашина, и вот на этом неудавшемся анонсе, неудавшегося стрима от Александра Петрикова тоже был этот логотип. И, наверное, странно и цинично, и не цинично, вернее, а как сказать, слишком самонадеянно продавать себя сейчас в Ютубе под названием «Кашин», поскольку главный «Кашин» в Ютубе – это другое, это, к сожалению, не я, это Даня, знаменитый, тоже моя любимая история, когда я у Шаргунова на «России-24» выступал, рассказывал, что есть такой Даня Кашин. Это была запись, и режиссеры «России-24» вмонтировали фрагмент клипа, полусекундный фрагмент клипа Дани Кашина в мой монолог. И Даня увидел себя по телевизору, вырезал кусок звездей, повесила себя на Ютубе, и, значит, под названием «Кашина запретят», потому что, вау, Даня Кашин увидел себя по телевизору. И на канале «России-24» в Ютубе, допустим, было, не знаю, 100 тысяч просмотров, а у Дани было 4 миллиона просмотров того же ролика, уменьшенного со мной, только благодаря тому, что там был образ Дани Кашина. Так вот, но при этом, да, и есть антипример, когда то же самое, появилась группа «Центр», собственно, гуфовская, да, рэперы, и Максим Каноненко, опять же, известный всем, писал, что как глупо и самонадеянно называть современную группу молодежную, называть «Центр», ведь «Центр» – это великая рок-группа 80-х, московская рок-группа. На самом деле, вот тоже я не очень в этом смысле образованный человек, я знал, что есть какая-то великая группа «Центр», и согласился с Каноненко, что действительно она гремела, она была, но я ее песни не знал, кроме Алексеев случайно где-то услышанный, вот, а потом, потом, собственно, гуф и со своим «Центром» расцвел, а Василий Шумов вернулся, по-моему, из Америки, да, и стал оппозиционером, таким же, как Барзыкин, был лет 10 назад с группой «Телевизор», тоже легендарная группа из 80-х, потом она исчезает, и ты думаешь, какая она легендарная, а потом вдруг она возвращается, и оказывается, что она поет на «Марш несогласных» песню «Шапуна-на», как пел Артемий Троевский, я не помню, что пел «Телевизор», а «Твой папа фашист», «Твой Путин фашист», он перепевал свои песни, и Василий Шумов вел себя примерно так же, я не знаю, выступает ли он сейчас, наверняка выступает, но вот как раз где-то до и после «Болотной» он пытался быть актуальным с помощью своих песен, и ничего не получалось, вот, и по факту оказалось, что сейчас скажешь группа «Центр», все говорят, конечно, вот те самые гуф, и кто там еще был, вот, и я перед дилеммой, конечно, можно ли, стоит ли мне себя здесь писать Кашин, потому что понятно, что фамилию Кашин ищут, скорее, сейчас поклонники Дани, и им будет выпадать этот стрим, а они его откроют и увидят какого-то, соответственно, отвратительного деда. И как раз вот именно я подумал, не продавать ли мне себя здесь, как деда Олега, потому что, ну, вот вы видели сегодня, что происходило с технической стороной нашего стрима, и, как бы, я думаю, это не последняя история про нашу техническую, нашу, мою техническую неграмотность или несовершенство, или неуверенность в себе, поэтому, может быть, действительно, я буду дедом Олегом для вас. Так вот, дед Олег рассказывает историю отечественной колумнистики, которая, на самом деле, по какой-то причине до сих пор считается журналистикой второго сорта в России, в русской культуре, в русской медийной культуре. И поскольку для меня это единственное занятие, главное занятие, которым я занимаюсь последние пять лет, собственно, только ею, а и последние пятнадцать лет занимаюсь этой же деятельностью, отдавая, наверное, ей предпочтение в сравнении с любыми другими жанрами. И более того, мое первое выступление тоже в журналистском общей жанре любом было двадцать лет назад тоже в жанре колонки. И всегда, 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 всегда до сих пор приходилось доказывать, что это не низкий жанр, не то, что какой-то, опять же, непонятный чувак сел, написал, что вот изложил свое мнение по какому-то, опять же, любому очередному поводу. И он считает, что это всем важно, а все остальные, на самом деле, плюются. Я к этому, наверное, еще вернусь, если это интересно. Кстати, стоит ли заглянуть в чат, может быть, пишет, что я говорю, о Гелоне Шаке еще предлагают. Гелоне Шак прикольно, да, согласен. Что было с колумнистикой в Российской империи? Все было хорошо с колумнистикой в Российской империи, то есть там эти имена. Опять же, главное, так называемое, журналистское имя, доставшееся нам от Российской империи, как бы тоже, на самом деле, в этом скорее жанре, это Гелировский. Но тоже важно понимать, что я сам понял уже в какие-то относительно зрелые годы, когда вот культ Гелировского, да, там тот же Павел Гнилорыбов до сих пор его придерживается. Хотим почитать, вот, собственно, какой-нибудь дореволюционный олдскул. Давайте читать Гелировского «Москва и москвичи» или там какие-то еще его книги «Мои скитания», да. А оказывается, оказывается, все эти книги уже заслуженный журналист и литератор писал при сталинизме. И как бы все эти истории про там Елисеевский магазин и так далее, которые, да, полны интересных фактов и написаны хорошим языком, в принципе, они упакованы в то, что вот как чудовищно было при царизме, да, и вот сейчас наступила советская власть, жизнь стала веселее. В детстве, читая это, я этого не понимал. Но на самом деле, вот, собственно, понятно, что советская пресса, она была совершенно далека от какой-либо человечности. Более того, Игорь Голковский «Бутиную правду» абсолютно адекватный тому, чем была советская пресса. Может быть, за исключением литературных газетов, в которые были какие-то брендированные имена, типа там, не знаю, Аркадия Ваксберга, но и да, и рубрия, и последняя полоса «Клуба 12 стульев». Но вот таких именно того стандарта, который колумнистом, его портрет, фамилия и текст от первого лица. Этого не было. Это было в советские, позднесоветские годы в газете «Неделя». Была очень популярная газета, известная, наверное, тем, кто видел фильм «Бриллиантовая рука», потому что там капитан судна ссылался на неделю, что нужно пить коньяк для дома, для семьи. В ней была рубрика «Уголок старого ворчуна», как бы пародирующая стандартную колонку в западной, наверное, газете. Собственно, автор был нарисованный, опять же, чувак, примерно устроенный, как я. Подпись у него была «Ст. Ворчун», потому что многие, опять же, маститы, авторы, которых звали Станислав, подписывались «Ст». Допустим, не знаю, «Ст», не знаю кто, «Ростовский». Вот. И в перестроечных, вот «Московск новостях» у меня за спиной тоже была интересная традиция. Третья полоса, по-моему, называлась «Страница трех авторов», разделенная на три постоянные рубрики, где менялись авторы, но рубрики были постоянно. Одна называлась «В мире», вторая «В стране», и третья, собственно, самая такая, вызывавшая пикантную реакцию современников, называлась «Во мне», и, видимо, ну, собственно, что в человеке может быть, кроме глистов или каких-то инородных тел. И потом ее уже переменовали в «Мир страна-человек». И в этой рубрике была гениальная, до сих пор я всем цитирую, колонка Евгения Альбас о «Кашпировском», что вот «Кашпировский» на своих сеансах просит закрывать людей глаза, но не надо их закрывать, потому что мы 70 лет жили с закрытыми глазами. То есть, ну, такое действительно, вот, собственно, абсолютно эссеистические авторские жанры. Вот. А дальше, вот, у меня что-то поехало. Дальше появилась уже какая-то новая постсоветская буржуазная пресса. Там в «Коммерсанте» тех лет, господи, была Дарья Цивина с колонкой «Ресторанной критики». Были еще какие-то авторы. Был Глеб Пьяных, между прочим, которого никто не помнит, как первого советского хроникера «Коммерсанта». Был Максим Соколов, белословно. Главный, наверное, классик до сих пор по советской журналистике, хотя он сейчас уже совершенно тошнотворен. Я, в принципе, понимаю Навального, который говорит, что я кто-то типа Максима Соколова, потому что Максим Соколов сейчас это ругательство. Вот. И слово «колумнист» я помню впервые именно вот в выходных данных издания я увидел в журнале «Столица» уже коммерсантовском, но еще не «Мостовщиковском». А вот как они купили у Мальгина журнал, и Мальгин, по-моему, там даже еще оставался. Просто они его сделали глянцевым и чуть-чуть добавили дизайна. И вот там были колумнисты постоянные, я помню, двух из трех. Был, господи, Денис Горелов, была Новодворская, и был кто-то еще. И вот их называли колумнистами, и это было, очевидно, очень статусно. А уже когда я входил в московскую журналистику, колумнисты, на самом деле, синонимом слова «колумнисты» были колумнисты газеты «Ру», которые в большей части были, ну, как больше там, двое из трех, были спецкорами-коммерсантами, Геваркин Панюшкин. Были еще какие-то люди, которые, собственно, тоже еженедельно писали в газете «Ру» какие-то вещи. И сидя, там, не знаю, на какой-то маленькой зарплате, наблюдая этих метров на большой зарплате, которые ничего не делают и пишут колонки, я, конечно, им и завидовал, и злился. И однажды, будучи пьяным, написал в живом журнале, что я хочу возглавить страну, там, следующий пост. Или ладно, страну возглавить не готов, но дайте мне кто-нибудь колонку. И мне написал в комменты Глеб Павловский, у которого был тогда уже довольно потрепанный в плане, там, опять же, оформления и какого-то просто ощущения, да, от просмотра сайта. Сайт «Русский журнал», рус.ру, ну, собственно, легендарный, один из первых сайтов российских, где тоже были какие-то колумнисты, там, Роман Лейбов, Олег Ликманов чуть позже появился, там еще какие-то люди, там, не знаю, старые филологи и политтехнологи, выдающие себя за философов, скажем так. И Павловский мне предложил туда писать. И я начал писать, колонка называлась «Всюду жизнь», предполагалось, что я буду рассказывать какие-то байки из своей актуальной практики. На самом деле, как сказать, актуальной практики мне было меньше, чем байк заслуживающих рассказов. Просто для людей, опять же, вот таких каких-то московских кабинетных, почему-то в те годы я ассоциировался с какой-то активностью жизненной, да, там, с знанием Руси. То есть, понятно, что в 2004 году сотни журналистов, ездящих по России и пишущих что-то стоящее, меня не было. Но при этом я о каждой одной из, там, раз в три месяца поездки писал какой-нибудь увлекательный пост в ЖЖ, как вот, там, не знаю, встретил гопников в Ростове, и они повели меня смотреть самое большое в мире кладбище. Это почему-то трогало как раз вот ту тусовку, в которой был, там, не любимый мной взаимно теперь Чедаев, тогдашний зам Павловского. Это был Борис Кузьминский, о котором я сейчас говорил в предыдущих стримах, легендарный литературный критик, который, вот, собственно, тогда начал исчезать из большой актуальности. И так началась моя колумнистика. Вот, и, соответственно, когда, там, газета Ру сошла на нет, вот именно с этим жанром, там, еще что-то сошло на нет, на каком-то этапе в 2013 году я приходил в Репаблик, тогдашний слон, именно чтобы быть, там, не знаю, вот раз в неделю им писать. Это и для меня маленькая подспорья, подработка, и для них тоже какой-то маленький локальный автор. Но по мере, опять же, развития в отрицательном смысле отечественных медиа, вдруг оказалось, что людей, пишущих вот регулярно и, как бы, там, уверенно о духе времени, как бы не то, что не осталось, их много, да, их много, но тут тоже отдельно есть нюанс, что почему-то считается, наверное, что, ну, понятно, я тут здесь согласен, более того, если посчитаете мои тексты, в нем очень, в них, особенно в Репаблике, в них очень редко есть я, как таковой, потому что я исхожу из того, что читателю, там, конкретно я, которого он знать не обязан, конкретно я неинтересен. И нет такого, что, там, колонка может быть посвящена моему мнению, то есть я никогда не сообщаю читателю, что, там, уважаемый читатель, вот я думаю так-то, потому что тоже предполагаю, что читателю это неинтересно, и я считаю, что моя задача – предлагать ему какие-то, не знаю, параллели, метафоры, факты в перемешку с этими вещами, и он, соответственно, сам уже будет думать и делать для себя выводы, хотя, наверное, к этим выводам я его подталкиваю. Вот, но с этой же мыслью, да, что твое мнение никому не интересно, я думаю, живут другие авторы, и как мне кажется, хотя я не думаю, что они об этом сознательно думают, они подходят к этому так, да, окей, твое частное мнение никому не нужно, поэтому это должен быть выразителем какой-то, не знаю, более мощной, более серьезной силы, там, не знаю, власти, или навальнистов, или вообще какого-то воображаемого мирового сообщества хороших людей, или русской нации, например, как, собственно, тот же, ну, не только Егор Проросвирнен, который громко, да, но и Холмогоров-Крылов, в общем, тоже от имени русских пишут, я сам пытался от имени русских писать, я реально не знаю, никогда не понимаю, и думаю, что нет ответа, когда тебе говорят, вот ты пишешь от имени там или русских, или поколения, а я тоже русский, я так не считаю. Я, наверное, как бы меня это отучило в какой-то момент от чьего-то имени, кроме себя, выступать, хотя, когда я пишу «мы», тоже у меня на эту тему была отдельная колонка, когда я пишу «мы», я пишу, что «мы» — это русский народ. В чем же проклятие? В том, что нас, людей, пишущих о духе времени и о политике, наверное, больше все-таки, чем людей, которые желали бы это читать. При этом современные российские медиа предназначены для того, чтобы не то, что там кто-то вот именно авторскую свою идею предлагал или авторские эксперименты какие-то политические, а все очень утилитарно. И на самом деле, вот за что я не люблю, допустим, при всей симпатии человеческой, да, того же Кононенко или Артегу, или кто там у нас еще есть из тех, кого уже не очень люблю, Игорь Мальцев, вот эти государственные колумнисты, которые тоже, в принципе, там, колумнисты-блогеры, в принципе, тусуют по какому-то набору площадок и излагают одну и ту же позицию, да, что если там сегодня Тереза Мэй съездила в Солсбери, они все напишут, что вот дура съездила в Солсбери, а на самом деле у Скрипаля сдох код, а больше ничего не произошло. И я не знаю даже темника то или нет, просто так положено. И вот как раз то, что в России существует сегодня по объективным причинам презумпция того, что люди пишут, что положено, и если кто-то что-то пишет, наверняка кто-то за этим стоит, на самом деле это убивает автора, и это вредит, собственно, на самом деле тому, что для меня стало в какой-то момент делом всей жизни. Наверное, это одна из причин, по которым я шагнул сюда, и поскольку я, собственно, имел вот этот рассказ, а вывода в нем, как вы могли заметить, не предусмотрел, то есть дошел до вывода и растерялся, и стал говорить медленнее и неувереннее. Поэтому давайте я нырну в вопросы, которые наверняка уже есть, или в реплике, и буду их подхватывать, и говорить, наверное, более уже уверенно. Сегодня, по-моему, я вообще говорю медленнее, чем в предыдущих стримах, и тише. Может быть, даже Нил уже уснул в соседней комнате. Так, отлистываю к началу. Техника. Первый. Есть контакт. Трын-тын-тын. Добрый вечер. Нет, здороваться давайте. Да, все понеслась. Здорово, долбак. Да, я сегодня абсолютный долбак. Здравствуйте, Алексей Плаксин. Да, это больше похоже на пиздежу. Раз, стрим. Будем видосы смотреть. Так, Собчак передадим. Так, 210 человек. Батя утеплился жилеткой. Нет, батя утеплился, просто батя открывал кухню, и пол холодный. А в Лондоне топят. Я заплатил за газ. Я расскажу вам, я цифру скажу, наконец-то. Я заплатил за газ. Газ плюс свет. За зиму сейчас заплатил 75 тысяч рублей. И это неприятно прямо. Олег, здрасте, дорогой. Уберем оригинал от народа. Давай обнимемся. Слушайте, а тут только здороваются все, да? Если есть PC, у меня этот самый. Тоже довольно потрепанный мак. Был у Домовской поля? Нет, я был в Солсбери под Новый год. Там лучшая в Великобритании рождественская ярмарка. И был ужасный ливень, прямо такой уж зверский ливень. И на ярмарке были даже продавцы из Белоруссии, но людей, покупателей не было. Мы, вот наша семья, были одни. И в этом смысле было клево. То есть уютный, украшенный огоньками какими-то город, заливаемый дождем. Да. И сегодня, кстати говоря, у меня колонка тоже. Я не ожидал, что она произведет какое-то впечатление на читателя. Там прямо доброжелательные отзывы про то, что вот этот культ, там, не знаю, бессудных убийств, да? Что там типа, ну, хотели убить Скрипаля и правильно сделали, да? Это не советская история. Это именно постсоветская мифология, комрадская, да? Созданная во многом Павлом Судоплатовым, который был вот в нашей маргинальной, там, не знаю, красно-коричневой среде, очень культовым автором в 90-е годы. Человек, Бериевский генерал, которого чуть-чуть встанет по-другому звезды, просто при Хрущеве брасляли, мы бы имени его не знали. Он как бы отсидел и дожил до ельцинских лет и сумел написать, сумел написать мемуары. На самом деле прикольные. Но вот он рассказывает, да, что он взорвал Коновальца, лидера украинских националистов, убил его, дал ему коробку конфет, она взорвалась. И как бы он этим гордится. И в 90-е это уже было приемлемо, потому что как? Во-первых, это бандеровцы, мы их не любим, да? Во-вторых, ну, современная Украина. И в-третьих, ко мне пришел Нил. Нил, здравствуй. Хорошо, ты хочешь кушать. Сейчас я тебе дам. Давайте я отвлекусь, накормлю его. Да, я его накормил, Нила. Вот так вот. И в советские годы невозможно было признать, да? Вот там Судоплатов, быв в 84-м году, написал, да, я убил Коновальца, я молодец, я, значит, героический убийца. Это противоречило этике всем советским ценностям и всей советской этике. В 90-е, когда мы, наверное, ну, мы, опять же говорю, мы, многие из людей моего поколения и многие из тогдашних россиян, тогдашних русских, жили жаждой реванша, наверное, еще советского, потому что еще тогда мы не научились отделять советского от русского. История про бравого какого-то парня, который в Роттердаме коробкой конфет убивает бандеровца и, соответственно, там, современного предшественника, не знаю, Кропчука и других украинских националистов. Вот это было приятно, было круто читать, как, собственно, такую фантазию о идеальной России. В идеальной России для подростков 90-х, для таких, как я, подростков 90-х, новый Судоплатов убивал кого-нибудь нового Коновальца или новый Меркадер убивал бы Троцкого. И все бы радовались, потому что, ну как, убивать бессудно круто. Я считаю, что, ну вот, легкомысленное отношение общественного мнения современного российского к попытке убийства Скрипаля и его дочки, ну, жестокая и бессмысленная история, тем более, что речь идет, не идет о каком-то опасном, не знаю, для России человеке. Это плод воспитания вот этого подспудного, тайного того же, там, Проханово-Лимоновского, добавим, Судоплатовского, которое мы, мы, такие, как я, пережили в 90-е годы. Я так считаю, об этом сегодня писал. Иван Давыдов читает лекции в рюмочный зензивер. Зензивер, у кого еще упадок? А лекция в рюмочный зензивер, это хорошо или плохо? Я не знаю, просто я не был, как Руслан знает, что я не был в рюмочный зензивер. Так, правильно я ставлю ударение? Кстати, зензивер или нет? У Давыдова перо хорошее. Ну, слушайте, перо, опять же, не единственный показатель. То есть, кроме пера, должна быть еще душа. Вот у меня перо, наверное, похуже, а то у меня вот интересная душа. В Нью Таймсе. Когда придете на стрим к Ежи? К Ежи, к какому? Сармату, если я правильно произношу это слово. Будет ли минута молчания в память Кита Флинта? Не будет. У Ивана Давыдова катает, это правда. Олег, твое мнение об Умер Маргинале. Я уже говорил, он очень приятный. Книжка у Тодолибова «Есть люди за забором». Я назвал ее «Город за забором», по-моему. Но недавно я ее где-то хвалил. Может быть, даже на эхе. Прородиджи слушал. Ну, Прородиджи все слушали, но не любил никогда. Так. Привет, Олег. Руста Веб, да, был проект «Радио Свобода», но не прижился. А реалии чудовищные. Я просто уж на что как бы любитель всех этих экспериментов про будущее России на другой карте, как бы, да, географической. То есть с другими границами я просто нравственно употеваю, когда вижу там историю про то, как пятеро исламистов пикетировали российское посольство где-то. И, соответственно, вот «Россия – тюрьма народов, свободу татарам». Это прям бесит. «Рус ТВ был хорош, но плохое название, дикое оформление». Ну, наверное, опять же, не хочу обижать, поскольку делали мои приятельницы, как бы, да, и этот сайт меня год почти кормил. Чего так изображение трясется? Это я трясусь на самом деле. Я держусь за стол и за ноутбук, и крышка, наверное, трясется. «Кашин, не хочешь сделать отдельный большой материал про интервью ОПГ?» Вот я не потяну сейчас материал про какой-нибудь ОПГ, потому что это работать надо, да, там куда-то ездить, звонить и так далее. Я немножко ограничен в передвижениях, в плане, вот вы видели, даже во время стрима приходит, собственно, ребенок, у которого, как бы, вот, почти круглые сутки есть только я, вот, и представит, что я еще еду с ним расследовать янтарную ОПГ не могу. Но я писал рецензию на сериал «Желтый глаз тигра» про янтарную ОПГ, и в ней излагал те факты о янтарных ОПГ, которые мне известны. И действительно там масса трогательного, в том числе вот моя любимая история, которую я рассказываю политологам российским, которые, ну, не обязаны знать калининградскую политику, калининградскую историю. И в 2015 уже году, то есть уже в самые суровые путинские годы, когда такое было невозможно, в городе Балтийске, Калининградской области, «Единая Россия» проиграла выборы. Вернее, вот я неправильно рассказываю эту историю, я в колонке ее изящнее писал, что вот там был янтарный мафиози по фамилии Богдан, его губернатор, у него кличка «Балет», и когда его задержали где-то в Польше, по-моему, боюсь соврать, или даже в России, губернатор тогдашний Суканов написал в Твиттере, что у каждого балета должен быть свой камерный театр. У меня ввиду, что теперь-то этого бандита посадят. Через там где-то месяц Суканов поехал в Гданск, встретил на улице балета того же самого, и был вынужден с ним раскланяться, потому что он вот непобедимый человек, главный поставщик янтаря в Европу по тем временам. Так вот, его действительно прессовали, его действительно хотели посадить, и он однажды, собственно, от злости выиграл выборы в городе Балтийске, Калининградской области. Ну, что это значит, выиграть выборы в Балтийске? У нас считается, да, человек там выдвинулся, попал в бюллетень его фамилия, и, соответственно, он одолел какого-то единоросса. Нет, Богдан выиграл выборы в Балтийске так, что там в районном совет, не знаю, сколько там мандатов, 25, да, вот 25 мандатов получили его люди. Единая Россия не получила ни одного мандата, это реально был просто, вот, город принадлежит бандиту, да, и он, соответственно, выиграл там выборы. А московская пресса политологическая писала, что вот, значит, контрэлиты в Калининградской области там давят на, не знаю, на управление внутренней политикой Кремля, что-то такое, в общем, ничего не имеющего отношения к реальности. Так, Чайпыга. Собчак в Тюмени. Рубинштейн входит в Пархомбюро. Да, я про Рубинштейна не договорил. Да, он, вот, собственно, такую же, как я, идеологию колонок, наверное, придерживается, но при этом мне они жутко не нравятся, чтобы было понятно, одна колонка, я часто ищу на нее ссылку и вставляю в свои колонки, ну, в смысле, гиперссылку, да, чтобы было понятно, что я имею в виду. С 2005 года только-только появились георгиевские ленточки, еще не успели обрасти никакой одиозностью, но уже, собственно, Лев Рубинштейн тогда написал, что такое говно георгиевские ленточки, давайте их не будем носить. И, собственно, я за это осуждаю вот нашу, опять же, эту среду, потому что, ну, могли бы, как бы, признать, что есть, окей, такая опция, как красный маг в Великобритании, все же самое, вот символ памяти, символ гордости. Они сразу ее отвергли и привели к тому, что сейчас она уже жесткий такой символ прямо взглядов политических, а не памяти. Так вот, в этой колонке про ленточку с таким посылом, в общем, как бы, ну, тоже спорным, были обороты. Вот я помню, что там движение «Наши», он сделал вид, что он его не помнит, и говорит, что подошла к нему на улице девушка из какого-то движения, кажется, нашей упорашей. И я представляю, как вот этот пожилой поэт, там, потирал ручки, типа, вот как я здорово, изящно написал метафору. Я не считаю, что это изящно, и тоже, поскольку, ну, да, колумнист колумнистов, наверное, ревнует, там, как будто успеху славе, когда я вижу книжный сборник колонок поэта Рубинштейна с подписью, что это проза поэта Рубинштейна, и, там, отзывы каких-то людей, которые, там, его знают и любят, что вот Лёва не только великий поэт, но и великий прозаик. И дальше вот эта колонка про «Нашего параши». В 2009 году, как раз вот я заговорил о Вазаре, когда, там, мы с ним и еще с каким-то набором людей, во главе с фотографом Авдеевым, часто проводили время в баре «Маяк», и, поскольку были моложе на много лет и довольно громко буйствовали, меня часто как-то выгонял оттуда охранник «Маяка», и я однажды обиженно написал кросс-пост про поэта Рубинштейна, примерно, буквально имея его в виду, потому что он там тоже постоянно проводил время, что вот как несправедлив мир, да, есть свои, есть чужие. Вот если поэт Рубинштейн будет блевать, ему охранник будет полотенцем бороду вытирать, а если я, там, уроню пепел на пол с сигареты, то меня, значит, выгонят, потому что я русский. Вот, ну, в общем, это действительно такое стыдное воспоминание о молодости, наверное, потому что и генезис моего отношения, наверное, к либеральной московской интеллигенции, которая сейчас у меня как-то достигла очередной какой-то экстремальной точки. Вот входит ли Рубинштейн в Пархомбюро? Да, входит, конечно же. Не любишь Рубинштейна? Не любишь антисемитизма? Я говорил, да, что у меня есть друзья-евреи. Вот Лев Рубинштейн с Иваном Давыдовым в рюмочной зензивер водочку пьет интеллигентно. Логотип виден. Ты не любишь хохлов? Нет, я как раз не знаю, кто это такие, потому что я не знаю такого слова. И никогда не пишу его, поэтому я никогда не боюсь в Фейсбуке. Но всех люблю. Кашин, привет. Логотип не вижу. Одни говорят, вижу, другие не вижу. Совсем не похож на Мальцева. Мне это Азар сказал, Азар сказал. Пригова тоже не любите? Ну, Пригов, конечно, круче Рубинштейна. И, что называется, когда Алексей Балакирев у меня в комментах цитирует Пригова, я радуюсь, но сам с томиком Пригова засыпать не люблю. Я люблю Георгия Иванова и всем советую. Великий поэт круче Блока, как я сейчас считаю. Почему Навальный не потянул? Что ему не хватило? Взгляды приемлемые, фотогеничен, креативен, нарез готов идти. Опять же, устройство вождистской партии, вождистского кружка, потому что если тебе ежедневно все говорят, какой ты гениальный, крутой и отличный, то ты рано или поздно сойдешь с ума. Даня Кашин. Почему категория юмор? Мне нравится категория юмор, потому что всегда можно списать любую неудачу на самоиронию. Мальцева 3000 смотрят, меня 249 человек, но, судя по ботам в чате он накручивает. Что за Даня? Даня легендарный, видеоблогер, ютубер и рэпер. Он молодой, он из Казани, он рыжий, и у него фамилия Кашин. И мы иногда друг друга ретвитим, причем он считает, что меня троллит, я считаю, что я его люблю, я его люблю, да, что я его троллю. Но я думаю, нам надо что-нибудь сделать вместе, не знаю что, но там как-нибудь собраться. Он из Казани, по-моему, родом, но так-то он в Петербурге, опять же, он в свое время прогремел, когда он хотел сделать сел еще с Павлом Дуровым в магазине-галереи его вокзала московского, а Павел Дуров вместо этого выхватил у него телефон и сбросил с балкона. И, соответственно, это взорвало подростковый школьный интернет. После какой колонки все в вашей жизни изменилось? Какая стала определяющей? Ну, наверное, колонка под названием «Плохая колонка», «Неудачная», потому что она как бы была продолжением репортажа, репортаж был очень хороший, я им горжусь. Колонка под названием «Ложь в деле рядового Сычева». И после этого, поскольку это был первый такой важный эпизод моего расхождения уже такого не политического, а даже ценностного и жизненного с либеральной московской интеллигенцией, вот после колонки в феврале 2006 года о Сычеве у меня теперь вот такая двоякая, так сказать, жизнь и ситуация. Когда у Славьева выступать будешь? Не буду, не планирую выступать у Славьева, правда. Когда все поймут, что Навальный – Мурзилка с самого плечного начала? Не уверен, что, во-первых, с самого начала, не уверен, что сейчас – Мурзилка, да, то есть потому что, как сказать, мы родина политического провокаторства, Россия, и для того, чтобы как бы в нем участвовать, не нужно даже как бы знать о том, что ты в этом участвуешь. Соответственно, здесь я готов, даже если есть один процент вероятности, что Навальный не знает, что там в чьих-то интересах играет, то, значит, мы не имеем права его ни в чем обвинять. Группа, армия, центр, да. Да, закнились ты уже. А это, наверное, не мне так приятно, когда не мне. Идут солдаты группы «Центр». Кто и зачем Травановское поле накануне ЧМ? Я считаю, что какая-то фракция в российской власти или в силовом сословии, которая заинтересована в изоляции, в обострении конфликта с Западом. Мне больше всего нравится ваша колонка «На смерть до нас была Долматова». Я просто вы пишете, она была в «Коммерсанте». Я помню, она была, извините, в «Нью-Йорк Таймс», и она была прямо удачная. Называлась «Заголовок редакционный». Я даже гуглил, не знал эту идиому про холодные плечи, по-моему. В смысле, холодный прием. У меня была идея. И я повел себя как политик тогда, попытавшись расколоть старую Европу и новую Европу, говорил, что только новая Европа, пережившая большевизм, с Восточной Европы, лояльная США, поймет настоящего политэмигранта из России. А Амстердам, Нидерланды не поймут. Поэтому, собственно, давайте все брать пример с Польши и Чехии, а не с Прибалтики, а не с Нидерландов или тем более Франции. Почему кастроли похоронили Жванецкого? Идиотская история. В смысле, понятно, почему. У них в этом смысле все жестко. Но забавно, как Жванецкого, наоборот, спасают его поклонники и друзья из России, тот же Шендерович или Анна Монгайт, допустим, что без Жванецкого не будет русского языка, без Жванецкого не будет русской литературы, без Жванецкого не будет ничего. Ну, довольно комично, опять же. Но я, вот говоря о двойных стандартах или о своих чужих, я даже не говорю, что это плохо. Просто так есть, да, и понятно, что если завтра Жванецкий, кто-нибудь еще такого масштаба, такого значения для этой среды принесет труп и будет его расчленять перед, допустим, включенной камерой, и все скажут, ну, слушайте, зато он, зато он, как бы, да, без него нет русского языка. Еще была группа Рафак, да, ее солист Семенов умер, к сожалению, пару лет назад. Белый наклонный штифт на красном фоне на заголовке Навального. Ну, здесь не соглашусь, этому логотипу 6 лет, и он срисован сознательно с газеты «Сан-Британский». Олег, куда вы бежите? За вами Альбас бежит? Я разве бегу? Я по-моему, сегодня медленнее говорю. На первых, крутой лого. Вижу логотип в ландшафте. Отвратительный. Дед Олег звучит ужасно. Ну, ужасно, но при этом, не знаю, мне в комментах часто уже пишут. Дед Олег, Дед Олег. Бумер Олег Владимирович. Ну, согласитесь, да? Вообще, отстой. Олег Нейросеть, Дед Голковский. А, я понял. Дошел до комментов той стадии, когда я еще говорил про Деда, глядя в экран, а не в чат. Ваше мнение по поводу Республики Беларусь, ну, слушайте, некомпетентен на самом деле, но ее ждет белорусизация и превращение в европейскую Беларусь, я считаю. Кашин головой, похожий на скороварку. Это Лимонов. Я очень горжусь. Ну, кстати говоря, сегодня у меня Олежковский, у которого день рождения, мы его поздравляем, показал видео Зеленского, давнее, видимо, с пародией на Порошенко, где Зеленский называют... Ну, пресс-конференция, Зеленский играет в журналиста, и он называет себя Олег Кашкин. Я думаю, что это скорее пародия на Соню Кошкину, поскольку вообще ничего ко мне отношения не имеет, но забавно, что, оказывается, у Зеленского было упоминание о ком-то, кого можно с честь мной. Вы слышали об Алексея Макееве? Да, вы знаете, я слышал от вас, вы регулярно уже в каждом стриме пишете, и я радуюсь этим комментариям. Стрим, как Кашин видос записывает. Так. Читу ли Псо я тоже не чту на самом деле. Опять же, почему-то хотят разные абсолютно люди, ставлю его через запятую с Захаром Маем, и к Маю отношусь гораздо лучше. Вампилов был советским журналистом. Если Вампилов драматург великий советский, то, наверное, был журналистом. Если Виктор Иванович Анпилов, недавно умерший, он тоже был журналистом. Более того, в 92-м году, когда он штурмовал Останкина, в программе Евгения Киселева дали сюжет Анпилова из Никарагуа 84-го года, что вот, посмотрите, какой это советский пропагандист. Хотя, собственно, это считалось ругательством для ведущего программы «Итоги», а для меня, для красно-коричневого тинейджера, это была похвала. Вау, советский пропагандист Анпилов значительно хороший человек. Кто отравил скрипу? А, Макеев, который... Какая-то самая же, которого негры побили, да? Я понял, о ком речь, точно. Пьяных тоже видеобложек... Да все пилят, понимаете? И вот у меня уже 255 человек, а почему так мало? Потому что остальные ушли к Глебу Пьяных. Старый солдат смена этой боевой юности? Да, это самый ужасный жанр. Как бы, извините, я просто понимаю, что это неправильно. А, у него про ремонт Пьяных облок. Отлично. Кто закончил журфак МГУ? Обычно тупой туловище. Не соглашусь. Опять же, я в молодые какие-то годы так считал, потом, соответственно, стал гораздо мягче. Люди типа твоего любимого персонажа Бельского. Они журналисты или чекисты по советским стандартам. Бельский вполне литератор. Более того, я даже прочитал во второй книге Киянска его роман «В пламени борьбы». Очень милый роман. Более того, он похож на роман... Роман тоже, если там кто-то записывает. Да, роман Бельского «В пламени борьбы». Найдите. Прикольно, потому что тогда Бухарин сказал, что советской власти нужен красный над Пинкертон. И, значит, некоторые авторы решили написать красного Пинкертона. И, соответственно, у Бельского была одна из таких попыток. Но на что это больше похоже? Есть роман писателя по фамилии... Двойная фамилия на букву Че. Вторая половина черкасский. Все легко гуглится. Фамилия романа называется «Семлун блаженной Бригиты». Это эмигрантский эстонский роман о русского из Эстонии. Роман о том же, о чем были бриллианты для диктатуры пролетариата, только написанный белогвардейцем, живущим в Таллине, в Ревеле, в тогдашнем, глазами, собственно, белогвардейца, который он явно этого не хотел, описывая этих уродливых красноармейцев, матросов и чекистов, которые там кого-то пытают или могут человека взять одной рукой и трясти его. Видно, как автор, белогвардеец, боится красных, наверняка как бы заслуженно, но действительно очень интересно такое читать. Но чем интересен «Семлун блаженной Бригиты»? Это редкий пример почти документального описания, потому что человек жил там и писал там, и видел это там, описания первых дней независимости Эстонии, то есть государства, которое еще не вполне сложилось. А у Бельского также описаны первые дни или там какие, недели, месяцы, когда приезжала советская делегация со Сталиным, между прочим, «Существование Украинской Народной Республики». То есть действительно, поскольку абсолютно нет, наверное, серьезных источников о днях УНР, я прям советую почитать книгу Бельского «В пламени борьбы». Писатель он, писатель, и даже карикатурист местами. Первый раз слово «Колумнистов» слышал по отношению к Довлатову. Ну вот, опять же, у каждого свое. Довлатова я ругал пару с половиной назад. Это самые переоцененные, мне кажется, из вот таких главных писателей. «Колумнист и сыган» – да. «На стриме как бомж, на дожде красивый». Ну, извините, а что-нибудь очки разница или нет, или камера? Потому что там другая камера. Где сейчас Маслова? Я видел в «Лидии Маслова» кинокритик «Великий коммерсантовский нулевых». Я видел на днях, неделю назад, ее рецензию на книгу Виктора Виллисова, если вы его знаете, в «Известиях». Видел ее рецензию на его книгу о театре. Я удивился. Вот Егор тоже отвечает, что в «Известиях». Как считаете, гонопольский хороший или хуйня? Гонопольский шоумен, как бы, ну, как Соловьев, только тот Соловьев, которого взяли на Украину на работу. А Украина, как бы, как Россия, только хуже. Южное кладбище в Питере, самое большое в Восточной Европе. В каждом городе люди говорят, что наше кладбище самое большое в Европе, в мире, там, где угодно. Проклятие-то в чем? Да, проклятие в том, что нам доказывают, что колумнистика имеет право на существование, и это не стыдный жанр. Правда, вот, собственно. Как стать выразителем мнения рептилоидов? Не знаю. Кто что-то не считает, если что, я читаю. Была у вас и про себя, но что у меня в шоколунка, то почему я не друг Украины? Я не помню, кстати говоря, была, да? Наверное, была. Наверное, на дожде. Про разговор с Сечиным Солюкаем классная колонка была. Тут тоже не помню. Вот дед, дед, да, написал что-то, вы же напоминаете, а дед не помнит. Ксения Собчак. Так, проклятие русской журналистики, что только русские журналисты считают русских журналистов. Да, это правда, это правда, но тоже проклятие, что у нас нет аудитории, там, как у журнала «Нью-Йоркер», это всеобщая мечта была когда-то, чтобы издавать русский «Нью-Йоркер», у которого он оригинального американского тираж 3 миллиона экземпляров. То есть в России не наберется 3 миллиона людей, готовых покупать интеллигентный бумажный журнал. Так, куда-то все уплыло. Совсем прямо уплыло. Кубический кашин. Так, столько всего интересного, я уже сильно все отлистнул. Книга Судоплатова, да, «Разведка и Кремль». Есть еще, там, как бы сиквел под названием «Спецоперации», но это, по-моему, уже написанное со слов его сына каким-то журналистом. Какая-то ерунда. Так я прям совсем куда-то отлистал. Так, 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 так. Дед у нас один. Да. Так, вот, я до сюда дошел. Куча народа хочет об этом знать, смотреть. Кто-то из Скрипалей. Собчак ни разу не была. В Теско дед у нас один. Дед, ну, не один все-таки, да. Дед у Лимонова тоже, по-моему, нет внуков. Его называют дедом, ничего. Глеб Яных ведет канал на YouTube про ремонт сейчас. Да. А как вам заявление Скобеева про сторону добра на стриме с Маргаритой? Офигенно же. Тоже оценил, да, крякнул, как было сказано где-то. Надо было идти в Сенсбери. На самом деле, Вейтролус лучший британский магазин. Как вам Довлатов как колумнист? Нет. Отматывать на начало? Круто. Собчакать умеет. Так. А что вы в Твич не хотите? Да, слушайте, видели, как я сегодня включал этот стрим? Я не все умею, да? При аренде за газ не плачу. В какой стране? В какой стране? Потому что... Олег подписан на чернушные каналы в Телеге. Подписан на все. А у меня 150 квадратов по 20 фунтов в неделю только электричество. Наверное, да, так и есть. Просто не считал. Это газ и свет за три месяца. То есть 25 тысяч рублей в месяц. И у меня рублевые заработки, рублевые счета. Интересно бы послушать обзор книжных полок. Да, мне говорили уже не раз. И я, наверное, к этому приду. Но пока, правда, пока надо осваиваться. Это может продлиться год освоения мое. Почему уехали из Швейцарии? Не секрет. Швейцария прекрасная, но я там жил, потому что у жены был контракт на два года. И прошли два года. Мы вернулись в Россию, думая, что вернулись на совсем. Ну, Нил там родился, да. Газ по погоде. Ну, тоже я всем рассказываю. Никто не верит. Ну, это прям программа время, да. Что в Британии часто пожилые люди умирают от холода, потому что они бедные и им дорого платить. Давай решим, как разговаривать о Навальном. Илья Васильев предлагает. Я не понимаю, как разговаривать о Навальном, потому что, да, каждый разговор либо звучит в унисон с его платными критиками, либо звучит в унисон с его бесплатными поклонниками. Поэтому лучший способ избегать, хотя это тоже странно, потому что Навальный топовый политик. Вот поэтому приходится так страдать. То есть, если, Илья, у тебя есть идея, скажи мне, пожалуйста, можно лично. Давай вместе это придумаем. Что за трэш в МГУ со скрипальскими чтениями? Это я даже не знаю, чья инициатива. Вот этого мужчины, который, по-моему, был раньше в Общественном Совете Минкульта, или же самого говорит Москва-радио, потому что оно любит такие вот пустые новости. Виделся ли здесь Ходорковским? Виделся несколько раз. Не так, что как-то близко дружим, но общаемся. И недавно вот про Романовского мы с ним переписывались. Сколько нужно колонок, чтобы забрать за газосвет в Лондоне? Вот вы хитрец, но на самом деле не так много, да, колонок. И, да, совсем мало, правда. Но все равно как бы это неприятная трата. Вот. И это тоже отдельная проблема, потому что не уверен, что такие гонорары, как платят в Нерепаблике, я найду в каком-нибудь другом российском СМИ, если вдруг захотел бы в него уйти. Даже в государственном, наверное, не смог бы. Именно вот если бы в этом жанре работать, то меньше бы там платили. Уважаю украинцев, прикрутите донаты. Я прикручу, опять же, если научусь. Смотрели сериал «Слугонарода»? Нет, не смотрел. Украинцы солнышки. Да, Крым украинский. Нет. Слава России. Да. У дома в Солсбере полицейские переписывают. Ну, ладно, я просто не знаю, где находится дом в Солсбере, где дом Скрипаля, но он вдалеке от перекрестков, где ходят туристы, поэтому я его не видел. Какое красивое имя Нилда. Мне очень нравится, очень хорошее имя. Старик напишет репортаж. Пишет Илья Шепелин. Привет, Илья. Не напишу репортаж. Не хочу. Привет, Сергей Сегал. Люблю за ужином послужить, почему гибнет Россия. Рассказал бородатый старец. Я разве рассказал? Вы же писали для Глоборус. Да, писал. Это тоже был такой, я называл его коллективный блог, потому что вот, ну, прикольный сайт, но очень такой узконишевый. Опять же, вот не то, что журналисты для журналистов, а журналисты для чиновников, при том, что у истоков стояли какие-то люди, даже Татьяна Толстая. Да, писал для Глоборус и до последнего дня, по-моему, существования писал. Потом он закрылся. Каноненко меня чему-то научил. Отношению к жизни, наверное. Хотя сейчас двусмысленно это прозвучит, потому что как раз вот в базовом отношении к жизни, когда вот его это знаменитое будут у тебя дети, ты меня поймешь. Наверное, все по-другому. Но, по крайней мере, научил быть таким блогером, между прочим. Я ему подражал одно время. Что для вас, Продиджа или Дройкалетов? Вы считаете себя старым? Ну, нет, я не считаю себя старым, но и не считаю себя юным, конечно же. Альбац, какая-то журналистка. Альбац, ну, гений места, наверное, да? Такой вот знаковая фигура, опять же, вот этой среды. То есть, я не знаю людей, которые бы к ней всерьез относились. Ее многие боятся и многие уважают. Вот как это совместить, я не знаю, но, по крайней мере, так это и есть. Русский Крым, хвала Аллаху. Ну, окей. А Крым, фашист знает, кто такой Летов? Фашист знает, да, кто такой Летов. На концерте не был ни разу при этом. Будет ли большая война в ближайшие годы? Ну, мы все ее боимся. Об Алексея Макееве мы слышали. Когда в России отключат интернет? Ну, закон приняли. И все такое. Да, Бабангида великий, да, незнакомый. Мы не знаем, кто он. И я тоже видел в нем себя, поскольку и топография, да, его мест, его текстов и содержание, его юношеский сталинизм. Это все мне близко с разницей в 10 лет, наверное, его лет. Или его не старше, слушайте. Ну, короче, то, о чем он пел в конце нулевых, было моим самоощущением, включая вот эти места, там, господи, Нижнее озеро и так далее, Верхнее озеро. Да, как будто бы это я за 10 лет до его песен. Как он, Денис Драгунский? Как автор нет, как мыслитель, как личность тоже нет. Как относитесь к Максиму Горькову? Плохо отношусь, потому что, ну, собственно, человек запятнал себя, как описал ругаемый мною Давлатов, да. Так, рабский труд воспел Зощенко, а Горький что сделал? То есть я понимаю, что Горький, собственно, сделал все, но, в общем, этим себя Горький запятнал, да. Не только Беломорканалом, а вообще соучастием в большевизме уже при Сталине, да, после 28-го года. Можете оценить, мэрство Ройзмана не было тогда в Екатеринбурге ни разу. Да, обязательно ли Горького читать? Да тоже, думаю, не обязательно. Ну, наверное, самая цитируемая, самая, как бы, важная – это пьеса на дне, но тоже, как бы, она опциональна, да. То есть даже то, что мы в шестом классе читали, Старуха Изергиль про Данка, Сердце или там отдельно песни о Боревестнике, о Соколе, графоманира, самая, чёрт. Сколько раз в день вы себя вы не сёрчите? Это не поддаётся разам, потому что у меня, ну, собственно, вот, ну, есть меншины в Твиттере, да, рядом это кругляшок с поиском, где кашен в сохраненных параметрах поиска. То есть там проверяешь две ленты просто. Хорошая колонка получилась, извини, не часто в последнее время. Какая хорошая, Максим Мищенко? То есть я тоже согласен, что не каждая колонка хорошая, но нельзя ведь снимать сливки без молока. Приднестровье – круто. Кто Троевский… Россия – чиста не вина. Заблуждение о саморазрушении СССР. Я тоже считаю, что это заблуждение, но не Запад, конечно, его развалил, а лидеры республик. То есть, ну, ломиком они по Союзу стукнули очень сильно, иначе бы он не распался. Вот я, несмотря на все, что это, не знаю, неприятие советской власти, должен сказать, что, ну, в Горбачевском виде его, наверное, можно было бы сохранить, если бы не один существенный фактор, что лидеры республик не хотели. Нил Босс. Это правда вы видели. На лекции Ивана Давыдова собралось такое проходное бюро. А, вот и я так думаю, да. А что, если Нил Агент ФСБ? Нет. Я гей, пишет какой-то мужчина. Олег, здрасте. В одном из последних постов вы предлагали русским выбегать за флажки. Это была колонка на Радио Свобода 2016-го, по-моему, года. За флажки куда угодно. Вот я за флажки выбегаю на телеканал «Россия-1», как недавно заметили. Что думаете? Ничего. Что думаете про выборы на их? Профанация какая-то со стороны выглядит довольно стыдно. То есть, как бы, игра в то, во что не нужно играть. Понятно, что, собственно, такая модель российской системы. Но зачем она нужна? Винник-то вкрутой, конечно, но чувство юмора у него своеобразное. Я думаю, можно было избежать вот этой неловкости, которая есть за их, конечно же. Считаю, что Путину достался мягкий, податливый ум совкового человека. Путин в фильме Манского, свидетель Путина, который есть ремейк фильма, не помню, как он назывался. Видимо, Путин 2001 года говорит, что если бы он мог поговорить с каждым из 140 миллионов, он бы их убедил к чему угодно. Я думаю, это правда. Даже если бы я мог поговорить с каждым из 140 миллионов, я бы тоже их убедил во многом, по крайней мере. Сколько сходятся литературные и культурные приоритеты с женой? Мы буквально на днях читали вслух Бориса Зайцева, случайно снятого с женой с полки, а познакомились в том числе на почве симпатии к другому писателю. Оттуда же Кэшни Лео. Аудитория в здании Кэшни не пересекается. Я знаю, да. Пархом забыл про служение Гущу. Я вот удивился, хотя тоже забыл, наверное, об этом. Удивился, когда искал про Малашенко что-нибудь у Проханова тогдашнего. Конечно, вот тоже мы говорим о колумнистике. Проханов, конечно, фигура. Хотя это не колонки, а передавицы. Там вот в картинке Животова я неправильно поставил ударение в прошлый раз. Значит, и на этой картинке был Малашенко в образе, значит, девушки в юбке и в сетчатых колготках. А рядом был Пархоменко. Я вспомнил, сын действительно, он же оттуда же. Просто забавно. Как вам, Виктор Кривулин? Нет. Вот тоже. Юс Лешковский тоже нет. Опять же, вот почему-то Ленинградский андеграунд, который, очевидно, крутой, что-то как-то не трогал меня. Кубический Кашин. Да, привет с Коста-Бланки. За что вам маленький Ленин в школе называли? А, ну это очень просто. Мне же сейчас только там типа Ильич, да, визуально. А тогда я был такой же, как он в детстве, кудрявый и такой же умный. Какие отношения с Варламовым? Добрый, хороший, Варламов очень хороший, на самом деле. Как относитесь к ранним видеороликам на канале? Ну, они опередили свое время, особенно ролик про тайны Газпрома, если видели. Он вызвал скандал. У Лимонова колонки все говно, свои короткие посты. Есть ли стандарт качества знаков? Можно писать коротко, но хорошо, можно, конечно же. Но на самом деле тоже у меня вот опыт писания очень коротко, сверхкоротко, прям как твиты. Был в газете «Жизнь» и неудачный опыт. Какое впечатление произвел Никита Струва? Очень хорошее впечатление, Сад с вами небесное. Так, обнимемся, братишка, люблю тебя, Кашин. Что вы думаете, так? Придумали название для книги в 19-м годе? Придумал. Книжку хорошую почитать. Но, опять же, я всем сейчас Зайцева рекламирую. Это правда, путешествие Глеба. Признали себя в спящих? Нет, не признал. А кто там, где я в спящих? Какие неожиданности связаны с вами в Петербурге? Никакие. Будет Беглов. Ловерьте в публицистике. Ну, наверное, опять же, есть такое, что либеральная неделя или прокремлевская неделя, или вот я, не знаю, схожу на телевидение, а потом стараюсь написать что-нибудь более либеральное. Наверное, это не круто, не красиво, но при этом никогда не пишут того, чего я не думаю, во что я не верю. Что делает русского русским? Самоощущения были против того, чтобы банить. В ЖЖ был, да. ЖЖ по-другому устроен. А здесь самое крутое, да, что бан означает твое исчезновение. И как раз я очень много баню людей, это правда. Но если, мне кажется, если человек не хочет меня видеть, то пускай не видит. Это шаг ему навстречу. Так, одного из основателей взгляда. Так, 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 опять улетело. Что там про основателя взгляда? Да, Политковского, Листьева, Любимова, кто из них самый сильный в профессиональном плане? Наверное, Листьев был все-таки. То есть, это не потому, что он умер, поэтому, как бы, Любимов нет, Политковский тоже нет, Мукусев тем более нет. Хотя Мукусев вроде бы самый профессиональный считался тогда, потому что самый взрослый и вел что-то совсем прилично. Я не помню, что, может, прожектор перестройки, но я боюсь ошибиться. Ну, не прожектор перестройки, они же появились одновременно. Что-то вот доперестроечное вел, не помню. Мир и молодежь, может быть, не знаю. Парфенов его тоже вел, кстати говоря. Были какие-то топовые советские журналисты и медиафункционеры. Но Егор Яковлев, который пережили СССР и остались в Проспелев 90-е. Егор Яковлев очень условно, потому что он, ну, как издатель такой толстой газеты для отцов читателей-коммерсанта, который издавал его сын, дожил до 2001 года. Потом продал газету Лейбману, тогдашний мужених Усобчак, и вскоре умер. Газета, собственно, стала консерватором, куда я ехал. Ну, наверное, он номер один. А так, я рассказывал про Феликса Медведева из «Огонька», который потом стал геймером, в смысле, этим самым игроманом. 56 минут, и я стараюсь все-таки, чтобы был час. Поэтому Кириллу Полевому не отвечу, тем более, что мне все дали сказать. Солдбери памятник во Львове, господи. Много ли мигрантов в Лондоне? Ничего не знаю. Я не различаю людей по расам. Я вижу в них только душу. Дын-дын-дын. Простас Михайлова хорошая колонка. Может ли он человек сказать «Слава Украине» или «Крым – это Россия»? Я бы хотел, чтобы украинцы, говорящие слова «Украине», признали, что им это «Россия». Это вещь попроще. Ну, слушайте, да, я немножко облажался. Дед Олег, это будущее. Спасибо, дед Олегу, за победу. Сможете посоветовать типа другой России Лимонова и Голковского. Вот я советовал вам эту самую блаженную Бригиту, которая кончается тем, что положительный герой побеждает большевиков и уезжает из Сталина с вагоном бриллиантов строить русский рай в Аргентине. И потом оттуда уже, когда там его все жены нарожали по куче детей, улетает в Испанию бомбить коммунистов. В смысле, просто извините, если говорить об утопиях, то вот приходит в голову, потому что уже вспоминал. Какой район он непригоден для проживания? Не во всех был районах, поэтому, чтобы сказать, в Москве был во всех, вот я недавно вспоминал. Всем пока. Дед Олег, формат не очень. Ежедневный формат получается ЗБС. Пугает ли тебя, что был аэропорт твоя ровесница? Нет, абсолютно, потому что, как бы, ну а что такого? Опять же, на Западе люди в 39 лет только жить начинают, или и сколько? Голковский, Россия, один для поколения Z, уверенного в сопросветленности. Белес-2, разве? ФСБ списал яровую. Да, теперь клише, это правда. Встанет западной журналистики, все в СМИ против Трампа. Да, это удивительно, это для меня было потрясением, до 16-го года я предписал. Что думать об уходе Тимакова? От Тимаковой тоже допускаю, да как вы правильно пишете, что похоже на то, что это значит, что у Медведева исчезли президентские амбиции. Ничего не знаю про Александра Черномашенцева. Кто убил Листьева? Ну, была скандальная история, когда один журналист, прям скажем, господи, как же его фамилия? Ну, в общем, вы поняли о ком это, брал интервью Эрнста. Эрнст назвал заказчика, а потом оказывалось, что это было не под запись. Была такая скандальная история. Как он Толстая как автор, а Дуня как режиссер? Нарта Толстая, да нет, обе хороши, обе не мои, да, что называется, не поклонник. Когда будет семейная элит? Никогда. Зубы нато вставить, но опять же, дорого. И как-то страшно даже. Мне вставили половину зубов, поэтому половина выглядит лучше. Вставленная половина, а родная хуже. Алисовский. Левкович, Левкович, конечно, извините, не сделал вид, что забыл его фамилию. Я на самом деле его забыл, но, в общем, Левкович. Давайте еще пять минут эфира. Уже одна минута эфира. Как вам Хамло из Роскосмоса, который обрагал жильцов Хрущевок? Ну, собственно, каждую неделю возникает такой человек. Чудной типчик, говорит Григорий Прилутский. И на самом деле, давайте на этом закончим нашу беседу, потому что вот мы вложились в один час, а я хочу в час укладываться. По-моему, это здорово. И всем спасибо. И если у вас есть какие-то замечания, пишите их уже в комментариях к этому. Видео, которое будет уже не в чате, а где-то сбоку. Пока. Хороший эфир был на эхе. Пока. Спокойной ночи. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.